Здравствуйте! Ну, во-первых, напоминаю, нет, не то, что напоминаю, приглашаю, приглашаю вас поучаствовать в прямом эфире на этом канале 27-го числа в воскресенье в 20 часов по Киеву, в 21 час по Москве. В прошлый раз мы с вами неплохо пообщались, было много вопросов, на многие из них я успел ответить, на многие ответить не успел. Простите, не моя вина, время не резиновое, но попытаемся ответить и на те вопросы, которые не были отвечены в прошлый раз, и на новые вопросы. Вот как раз ближайшее воскресенье в 20 часов по Киеву, в 21 час по Москве. Хотя на некоторые вопросы, ну, скажем так, на некоторые вопросы претензий попытаюсь ответить в том числе и сейчас. Знаете, вот стоит мне затронуть кого-то, не важно, даже если это Петр Порошенко, то появляются время от времени комментаторы, которые начинают предъявлять мне претензии в связи с критикой в адрес этого человека. Вот вы не поверите, меня обвиняли в том, что я антисемит, потому что я критикую Дмитрия Гордона. Теперь меня обвиняют в том, что я антисемит, потому что я критикую Юлию Владимировну Тимошенко. Да слушайте, да мне все равно на самом деле, что Гордон, что Тимошенко евреи, какая разница. Вот правда, точно так же, как и Гройсман, но еврей и еврей. Это не заслуга и это не недостаток. Недостаток это их деятельность и результаты их деятельности. Они разжигают, они уничтожают, они воруют. На самом деле, негодяи, сволочи, подонок, это понятие абсолютно интернациональное. Они есть среди русских, они есть среди белорусов, украинцев, чехов, финнов, американцев, англичан, французов. В общем, среди любой нации есть негодяи. Но хорошие люди тоже есть. И их большинство, их большинство и среди евреев, и среди арабов, среди русских, украинцев, тех же французов, англичан, американцев. Абсолютное большинство людей это порядочные, честные, правильные люди. Но я буду критиковать негодяев. Невзирая на лица, невзирая на их этническую принадлежность, невзирая на их историю. Совершил недостойный поступок? Получай, от меня получай. Независимо от того, что ты из себя представляешь в этническом плане и так далее. Вот такое мое кредо. Будут обвинять меня в антисемитизме? Да пускай обвиняют. Я осознаю, что я таким не являюсь. И мои зрители, подписчики тоже знают, что я таким не являюсь. Будут меня обвинять еще там в черт знает чем. Знаете, мне нравятся эти критики, которые приходят, появляются у меня в комментариях. Говорят, ты о Мураве что-то неправильно сказал, потому что ты на него обиделся. Ёшки матрешки. А на Порошенко я не обиделся? Чего вы меня не критикуете? Или на того же Масичука. У меня нет повода обижаться на Масичука. Может мне Масичука перестать критиковать? Или Порошенко перестать критиковать? Или Гройсмана перестать критиковать? Просто потому, что я на них обиделся. Просто потому, что они мне нанесли какой-то личный вред. Так они личный вред нанесли каждому гражданину Украины. И что? И что? Каждый гражданин Украины должен проголосовать за Порошенко, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что он голосует против Порошенко просто из побуждения мести. Или давайте будем голосовать за Тимошенко просто потому, чтобы никто не подумал, что я проголосовал против Тимошенко, потому что я антисемит. Бред, ну конечно бред, но эти комментаторы появляются и оставляют этот мусор у меня под роликами. Почему я об этом говорю? Я понимаю, что мои подписчики, мои постоянные зрители знают, прекрасно знают, кто я такой, знают меня как обупленного. Ну потому что не может человек не раскрыться в более чем полутора тысячи роликов, говоря каждый раз в принципе одно и то же. Называя негодяев негодяями, называя хороших людей, когда случаются хорошие люди, хорошими людьми. И говоря о достойных поступках, о поступках достойных, если достойные поступки действительно случаются. Много на самом деле комментариев там просят прокомментировать ролики известных блогеров. Знаете, пускай вот известные блогеры сами свои ролики и комментируют. И рассказывают о своих мотивах, когда они вдруг резко меняют и политическую окраску, и оценки свои тоже. Вот пускай сами рассказывают о своих мотивах. Ихняя деятельность – это приклад невтомной и жертвовой работы для утверждения свободы и независимости Украины. Ну вот, собственно, и Порошенко легок на помине. Он вчера, кстати, в Израиль съездил, там в очередной раз в степи помолился. Странная молитва, честно говоря. Ну то есть ты либо трусы одень, либо крестик сними. А вот так вот и то, и другое вместе, ну не очень хорошо смотрится. Попытался склонить Теофила Третьего Иерусалимского Патриарха к тому, чтобы он поддержал Епифана и вот эту вот церковь Томасиачью. И не получилось ничего у него. Теофил не захотел встречаться с Петром Порошенко. Ну и отвечая, опять-таки, на один из вопросов, которые звучат от, я не скажу от подписчиков и зрителей, от комментаторов, которые время от времени появляются у меня под роликами. Типа, а что ты думаешь по поводу Филарета и его выступления на съезде у Тимошенко? А ничего на самом деле я не думаю. Вот эти вот слова Порошенко, вот которые только что я процитировал, они как раз к Филарету и были обращены. И причем произнес он их в тот же день, когда Филарет выступал на съезде Тимошенко. Видимо, у них все договорено. И игра, ну игра ведется, да, красивая, серьезная игра, битва наверху, а внизу? Вы же не знаете, чем на самом деле за кулисами вот этими политическими занимаются Тимошенко и Порошенко. Ваши святости, дозвольте звернутися до вас за словами Великой Пашаны. Вы были, есть и залишаетесь духовным лидером украинского народа. Ага, украинский атолай, украинский авторитет. Ну авторитет такой, знаете, покойник Золотого Кельца и собственной патриаршей шапки, которую уже 30 лет пытается напялить на свою лысую голову. И тому я принял решение присвоить вам высокое звание Героя Украины. Напоминаю, вот конкретно эти кадры сняты были в тот же день, когда Филарет выступал на съезде у Юлии Тимошенко. И герой Украины Филарет. Я могу показать вам еще другие кадры. Это уже сегодняшние кадры. Это кадры Пятого канала. Это служба во Владимирском соборе, в Филаретовском кафедральном соборе. А знаете, по какому-то чего эта служба? А Филарета сегодня не рождение. 23 января ему исполнилось 90 лет со дня рождения. И вот как бы молебен соответствующий идет во Владимирской церкви. И этот молебен транслирует, в прямом эфире транслировал Пятый канал имени Петра Алексеевича Порошенко. А вы говорите, Филарет, на съезде Тимошенко, что ты поэтому думаешь? Да я думаю, что мы говорим Юля, подразумеваем Петя. Мы говорим Петя, подразумеваем Юля. Кто из них дороже матери из Госдепа? И наголошую на том, что ваша награда абсолютно заслужена. И снова вчерашние кадры. Награда заслуженный герой Украины. Наголошую, потому что в условиях, когда за моей каденцией героев, звание героя присвоено Героям Небесной Сотни, и воинсковым героям, которые боронят Украинскую землю, дающим височек российской агрессии, важность ваших вчиноков аж никак не менее важна. Кстати, традиционно, вот когда Порошенко вручал эту звездочку филарету, и филареты Порошенко были традиционно смешны и забавны. Вы все жизнь самовыданно служили церкви и украинскому народу. За атеистичного радянского режима, в условиях тиска КДБ и партийного аппарата, вы боролися за право людей верить в Бога. Да, агент КГБ по кличке Антонов, под свиданием, вернее, Антонов, боролся за право людей верить в Бога. И именно благодаря этому агенту КГБ в Конституции СССР 36-го года, а также в Конституции СССР 77-го года, были вписаны статьи о свободе совести, которая подразвивала в том числе и свободу вероисповедания. Именно филарету мы должны благодарить за это. Я напомню, что в 36-м году филарету было, ну сколько, 7 лет. Так вот, 7-летний филарет смог убедить Сталина, смог убедить депутатов, народных депутатов Верховного Совета СССР проголосовать за эту статью. Он действительно герой. А с проголошением незалежной Украины вы стали на шлях побудовы единої помісної Украинской Православной Церкви. Вы заклали добрий фундамент, попри всі перешкоди вели украинское православие до автокефалій, до духовної свободи. Он сказал не с проголошением независимости Украины, а с неизбранением на должность патріарха Московського і всея Руси. Филарет претендовал на эту должность, он был вместо блюстителем, он рассчитывал, что точно изберут. Он даже перед этим посвятил несколько дополнительных епископів. Они, кстати, за него проголосовать забыли. Вот такая вот Петрушка. Петрушка – это Петя. Нет, в том смысле, что... Ну, в общем, вы помнили, на обквантацию укропа главнее всех Петрушка. И вражаючим є ваш приклад надзвичайной жертовности, з якого ви прийшли 15 грудня на собор, объєднуючий собор в Софію Київську. Вы довели всьому світові, що там, де два українця, три гетьмана – це не про нас. Конечно, тонкли троллинг. Тонкли троллинг. Хотя, знаете, якщо б рече о шапці патриарха, Филарет б фиг кому уступив. А митрополит, то, слушай, митрополитом ще в 60-е годы був избран. И с тех пор, то он мог бы до сих пор быть митрополитом киевским и всея Украины. Причем каноническим, без всяких вопросов, если бы не его патриаршие амбиции. А что касается Порошенко, ну вот на месте митрополита, или как патриарха. Ну, в общем, короче, на месте Денисенко, Михаила Антоновича, я бы вот к следующим словам Порошенко очень внимательно прислушивался. Дело в том, что Порошенко последовательно демонстрирует то, что ему живые герои, даже такие престарелые, как Филарет, не нужны. Он предпочитает героев умерших. И подякувати тим безумовным моральним авторитетам нашей нації. Це є і Левко Григорьович Лукьяненко, и Мирослав Володимирович Попович. Їхні имена назавжди увійшли в історію нашого народу як приклади незламності духу, силы духовні, вірності України. Вічно їм пам'яті. Мне показалось, это скрытая угроза. И я до места Филарета задумывался бы над тем, что планирует с ним сделать Петр Алексеевич Порошенко. На самом деле Филарету нужно сейчас молиться о том, чтобы Порошенко перестал быть президентом. И в этом смысле его явление на съезде Юлии Владимиру Тимошенко вполне логично. Но что касается Петра Порошенко, ну знаете, как клоуном был, так клоуном и остался. Вот он произнес эту фразу и ждет аплодисментов. А аплодисментов нет. А в тексте, который он читает с суфлера, хоть у него два суфлера стоят, даже здесь. Так вот, в тексте написано «Дякую». И он дякует за тишину. Ну это как в анекдоте про Брежнева, да? Дорогая премьер-министра Индира Ганди. Леонид Ильич, так это ж Маргарат Тэтчер. Ничего не знаю, у меня написано Индира Ганди. Вот здесь тоже. Дужи дякую, хоть аплодисментов и не звучит. Ну что я могу сказать дальше? Могу только пожелать вдохновения тем комментаторам, которые появляются у меня под роликами. Я примерно предполагаю, откуда они приходят и какие мотивы у них написать. Мотивы у них, ну, нужно жить тоже на что-то людям. Так вот, пишите, приходите и рассказывайте, что я лично обижен на Филарета, я лично обижен на Порошенко, и я им мстю. Ну или вот это месть моя им за то, что они меня лично обидели. Ну и я надеюсь, что такие же мстительные окажутся мои сограждане. Миллионов так 15, а лучше 20 миллионов моих сограждан, которые тоже отомстят. И Порошенко, и Филарету, и Тимошенко за все те обиды, которые были нанесены, за те унижения, за уничтожение страны. Ну а Петя? Петя не был бы Петей, если бы он не закончил свое выступление, так как он его закончил. Витают. Строй по честной варте словами Слава Украине! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин